Это новости на канале ЭНСК-49 в студии Татьяна Учужанина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Построят в срок. Строители ледовой арены доложили полномочному представителю президента Российской Федерации Сергею Миняйло и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову о ходе работ по взведению объекта. В ожидании паводка. Синоптики и специалисты МЧС поделились прогнозами и рассказали о мерах по предотвращению нежелательных последствий разлива рек. Литература лечит. Примеряя на себя сюжеты из русской классики, пациенты при помощи арт-терапии смогли преодолеть свои психологические травмы. А теперь об этих и других событиях более подробно. Задача скорректировать график работ на строительстве ледовой арены в Новосибирске таким образом, чтобы весной ликвидировать сложившиеся отставания, похоже, выполнена. В этом убедился глава региона Андрей Травников, который провел там выездное совещание. Теперь объект, имеющий международное значение, к которому приковано повышенное внимание, имеет все шансы быть сданным в срок. На стройплощадке побывала и наша съемочная группа. Месяц назад губернатор Новосибирской области уже сверял темпы возведения новой ледовой арены с утвержденным графиком. И уже тогда ситуация виделась вполне благополучной. Теперь же, когда на стройплощадке одновременно работает до 500 человек, сомнений не остается. Все должно получиться. Напомним, что здесь скоро появится ЛДС и станция метро «Спортивная». И правительство региона ведет постоянный контроль над этим. Сегодня видны уже завершающие этапы по заливке бетона. Видели, что уже две пролетные фермы практически полностью собраны и установлены на место. Весь остальной необходимый металл, металлоконструкции для монтажа кровли на площадке, на складе. Ну и видим, ведутся работы по всем остальным видам. Уже идет монтаж вентиляции, электропроводки и фасада здания. Это значит, что поставленная ранее задача – в феврале максимально параллельно вести все работы, чтобы наверстать отставание от графика, допущенное из-за пандемии в 2020 году, выполнено. Теперь можно рассчитывать и на поступление дополнительных средств, о которых говорил Михаил Мишустин во время своего визита в наш регион. Правительство Новосибирской области подготовило все необходимые документы для этого и определило сроки, когда деньги нам понадобятся. Это будет третий квартал 2021 года. Вот эта дополнительная федеральная помощь нам позволит высвободить средства на другие объекты, где мы деньги федерального бюджета не привлекаем, но в частности строительство станции метро «Спортивная». Как раз в тот период пойдут основные расчеты за оборудование, которое сегодня поставляется на этот объект. Ну, в первую очередь, это эскалаторы. Поэтому такое решение предварительно согласовано. Осталось дождаться, когда оно воплотится в жизнь. По остальным же объектам, так или иначе связанным с новой ледовой ареной, ни по финансированию, ни по срокам сдачи вопросов нет, отметил глава региона. Хотелось бы высказать слова благодарности и правительству, и Федеральному министерству транспорта. Мы второй год подряд получаем серьезную помощь из федерального бюджета на строительство улиц, развязок, пешеходных переходов вокруг арены. Также при участии федерального бюджета мы ведем благоустройство. Сложившаяся экономия позволила выделить собственные средства региона на строительство такого серьезного объекта, как система водочистки ливневых вод. Напомним, что ввод в эксплуатацию ледовой арены и всей прилегающей инфраструктуры планируется раньше срока, уже в августе 2022 года. И это должно стать началом развития левобережной части города. Ну а к старту молодежного чемпионата мира по хоккею, то есть к 2023 году, приурочат завершение строительства четвертого моста. Сибирское управление Ростехнадзора на три месяца приостановило работу литейного цеха новосибирского завода «Тяжстанка Гидропресс». В пресс-центре ведомства сообщили, что в литейном цехе по производству чугуна и алюминия проводилась внеплановая выездная проверка, в ходе которой были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью работникам предприятия. Из-за отсутствия ремонта кровли зафиксированы нарушения целостности стыков и протечки. 1 апреля стало известно о полной остановке производства на «Тяжстанка Гидропрессе» и сокращении всех сотрудников, за исключением работников бухгалтерии, отдела кадров и охраны. Ранее сотрудники завода обращались за помощью к президенту России из-за невыплат заработной платы. Теперь областная организация Российского профсоюза работников промышленности готовит массовую акцию протеста против закрытия завода и сокращения работников. Ливневую канализацию Новосибирска готовит к пропуску паводковых вод. Для выполнения этих работ создана специальная служба, которая ведет работы по всему городу в круглосуточном режиме. С какими трудностями сталкиваются специалисты в своей работе и чего уже удалось достичь – смотрите далее. Сотни километров подземных коммуникаций, охватывающих практически весь город. Причем с каждым годом эта инфраструктура увеличивается как за счет строительства новых ливневок, так и передачи в видении города старых и заброшенных. Отрегистрированных у нас сегодня, те, которые у нас поставили, мы когда строим, это 324 километра и в стадии оформления сегодня находится еще около 50 километров. То есть общая сегодня, оцениваем мы сегодня общую протяженность не только ливневых, но еще и проб ливневых и прочих коллекторов, которые сегодня передовывают. Мы их в свое время в 2017 году, когда делали обследование, мы оценили их около 700 километров. И вот мы сегодня планомерно, еще не двух лет, выявляем, ставим на учет, выявляем, ставим на учет и рассчитываем к концу 2022 года, не этого, а 2022 года. Мы все их выявим, поставим на учет. Осенью дождевые колодцы консервируют, чтобы не допустить попадания в них снега, льда и песко-соляной смеси. Так что с приходом весны у специалистов наступает один из самых сложных периодов в их работе. Необходимо расконсервировать дождеприемники, очистить засорившиеся коммуникации и выпуски в бассейны рек. Причем сегодня уже речь идет о системах очистки этих стоков, чтобы они не загрязняли водоемы. И занимается этим специально созданная служба эксплуатации на базе МОП управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений. В канализацию подавать воду, которая собирается с поверхности, с дорог, с наших дворов, нельзя. Потому что у нее другое качество. И это отдельная совершенно функция. Вот мы создаем службу, похожую на горводоканал. По своим масштабам, во всяком случае, она в качественном итоге будет не уступать. Глава города ознакомился с техникой, которую сегодня применяют для очистки ливневой канализации в Новосибирске. Для прочистки ливневки используют специальную технику – каналопромывочные комплексы. Трубопроводы, дождеприемники и колодцы очищают с помощью гидродинамических и лососных и вакуумных технологий. Специалисты говорят, что благодаря этому можно полностью восстановить пропускную способность коллектора, в каком бы состоянии ни находилась труба. Ведь в трубах, кроме ила и песка, находят камни, кирпичи и всевозможный мусор. Спецтехника спокойно устраняет все виды загрязнений. Кроме того, диагностировать состояние труб помогает специальный робот на колесах с камерой. Он способен передвигаться внутри трубы и транслировать видео. Для нас очень важно обеспечить без аварийной, без критических ситуаций сбор вот этих талых вод, их канализацию, отвод с территории города. Вот эту задачу выполняет это подразделение. Ну а техника, которая стоит за моими плечами, конечно, она рассчитана и на нештатные ситуации. Ну, прежде всего, на прочистку ливневой канализации, чтобы она была готова. Ну, есть такая тяжелая техника, которая способна очищать, ну, в том числе, коллекторы большого диаметра, скажем, 2 на 2 метра. Как пояснили сотрудники муниципального предприятия, ответственного за очистку ливневой канализации, в городе уже открыто около 90% дождеприемников. Работы по их очистке ведутся круглосуточно. Создан необходимый запас инертных и строительных материалов. Сформированы два ремонтно-восстановительных звена, укомплектованных спецтехникой и оборудованием. В планах у мэрии развивать это хозяйство, строить новые ливневки там, где их нет, очищать те, которые засорены, и реконструировать старые. Итак, зима постепенно сдает свои позиции и передает полномочия весне. А весна в Сибири – это прежде всего паводок. И вот стали известны первые прогнозы его прохождения. Грозит ли в этом году природа наводнениями и подтоплениями населенных пунктов в Новосибирской области? И как будут развиваться погодные условия в ближайшие месяцы? Об этом далее. Хоть и говорят, что прогноз, особенно долгосрочный, дело неблагодарное, Росгидромет совместно с целым рядом научно-исследовательских институтов подготовил таковой на весь сезон, то есть с мая по сентябрь. В целом можно сказать, что погода в этот период нас не удивит. А вот на апрель уже есть уточненный прогноз. Его вторая декада должна отметиться повышенными температурами, а значит и обильным снеготаянием, в том числе на территории Юго-Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Если подводить итог и обобщить все, что я до этого сказал, то получается в условиях положительной аномалии температуры в сочетании с погодой без осадков в отдельных районах именно на юге Западной Сибири в мае-июне, а также в августе-сентябре 2021 года следует ожидать повышенную пожароопасность. А вот гидрологические прогнозы оказались более категоричны. Во втором квартале, к примеру, приток в Новосибирское водохранилище ожидается в пределах 105% к норме. Существует два варианта развития поводковой ситуации – средний и максимальный. Если мы говорим про максимальный показатель прогноза, то здесь ситуация уже отличается, и отличается она в худшую сторону с точки зрения возможных подтоплений. Расчет показывает, что отметки 360 сантиметров по посту города Новосибирска будут превышены в первой декаде мая, а также в первой и второй декаде июня. Вода может дойти до отметки 390 сантиметров, что уже критично для низких мест в нижнем биоферике Аби. Но этого может и не случиться. Тем не менее, силы спасения, как всегда, готовятся к худшему развитию ситуации. Это прежде всего готовность систем оповещения населения пунктов временного размещения, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, а также готовность сил и средств для ликвидации возможных подтоплений и готовность резервов финансовых и материальных ресурсов. Согласно наихудшему сценарию прохождения поводка, частично затопленными могут оказаться 740 населенных пунктов на территории Сибири, а также 186 социально значимых объектов. Ну а чтобы такого не случилось, муниципалитеты и спасатели занимаются профилактикой. Это чернение льда на реках и его подрыв с целью избежания заторов, а также вывоз снега с территории населенных пунктов и подготовка ливневых канализаций. По крайней мере, власти должны этим усиленно заниматься. Ну а как у них это получилось, оценят и покажет поводок 2021 года. Литература как способ открыть свои внутренние резервы, побороть страхи и укрепиться эмоционально. В Новосибирске специально для реабилитации переболевших COVID-19 создали уникальную программу «Творческий ключ», основанную на психотерапии при помощи литературных произведений. Почему этот проект решили расширить для всех желающих и в чем смысл таких занятий с психотерапевтом, узнал Василий Акимов. Многие люди часто ищут в произведениях писателей ответы на волнующие их вопросы, пытаются найти решение каких-то своих проблем. А так, а пожалуй, впервые в нашем городе именно на литературные произведения была сделана основная ставка в психотерапевтической работе. Основная задача проекта «Творческий ключ» – посредством арт-терапии словом помочь открыть свои внутренние резервы, побороть страхи, укрепиться эмоционально. Первые посетители цикла этих реабилитационных творческих встреч говорят, что такие занятия приносят реальную пользу. Я научилась справляться со своими страхами, которые мне были присущи на протяжении последнего времени. Собственно, с этими причинами я и пришла к психотерапевту. Страхи исчезли. Узнала себя, научилась справляться с какими-то своими негативными эмоциями. Среди участников проекта немало студентов, которые смогли найти ответы на волнующие их вопросы в произведениях русских классиков. С психологом мы обсуждаем не только произведения, но и какие-то личные именно моменты. Литература, она как бы у нас вся жизнь литературы, если так можно выразиться. Проект состоит из трех этапов. Правильно читаем, профессиональный литератор вместе с участниками читает и анализирует классическую литературу. Творческий ключ – участники пробуют описать свои внутренние проблемы с помощью одной из литературных форм. Третий этап – творческая помощь. Профессиональный психолог проводит с участниками индивидуальные групповые занятия, основываясь на их работах. Мы неизбежно примеряем на себя роль главных героев, проживаем их жизнь и таким образом, не осознанно или не осознанно, но мы находим ответы на свои вопросы. И это нам помогает справляться уже в реальной жизни с реальными трудностями. Этот проект возник из-за пандемии коронавируса и появления большого количества людей, которым требовалась психологическая помощь. Внутри любого человека есть вот этот мощный источник энергии, который необходимо просто в правильное русло запустить и помочь человеку открыть себя. И мы вот такой задумали проект «Творческий ключ» и назвали слоган такой «Творческий ключ» – «Открой себя», чтобы человек мог открыть свои внутренние резервы». Задача выполнена. Людям помогли при помощи средств президентского гранта. Однако это не означает, что все завершилось, говорит Егор Пличенко. Они продолжат оказывать помощь всем нуждающимся людям, на этот раз за счет средств своей некоммерческой организации. Более того, в планах запуск и других проектов. В связи с этим здесь будут рады помощи добровольцев, желающих помочь другим людям и принять участие в реализации новых интересных задумок. Более подробную информацию можно найти на сайте фонда «Сибирский писатель». Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и берегите себя.